На Ивановских улицах все чаще можно встретить стихийные мусорные свалки. Обычно они возникают вблизи частного сектора. Выглядят такие завалы приблизительно одинаково. Пустые контейнеры, а рядом горы мусора. Его приносят жители близлежащих улиц, которые не хотят заключать договор с управляющей компанией и платить за вывоз ТБО. Проблемы это существуют, существуют давно. И это проблема не одного дня. Весной несут с огородов все, что под снегом лежало, так скажем. Летом то, что полят, то, что там ремонт делают, соответственно, очень много выбрасывают и несут сюда. Ну и просто мусор. В возникающей ситуации не всегда можно винить исключительно управляющую компанию или городскую администрацию. Вывоз мусора осуществляется по графику, но мусоровозы просто не справляются с такими объемами отходов. Работа по уборке завалов должна быть систематизирована. Например, чтобы сухие ветви деревьев вывозили своевременно, их должен уплотнить и сложить в контейнер дворник из обслуживающей жилые дома организации. Подобные стихийные свалки можно встретить практически в любом районе города. Крупногабаритный строительный мусор и обрезанные ветви деревьев не помещаются в мусорные контейнеры. Управляющие компании не спешат ликвидировать завалы, поэтому заниматься такими свалками приходится городской администрации. Ежегодно из бюджета города выделяется порядка 8 миллионов рублей на ликвидацию стихийных свалок и навалов мусора. То есть на сегодняшний день в реестре объектов стихийных свалок находится 65 адресов. То есть по 14 адресам вывоз мусора осуществлялся неоднократно. В решении мусорных проблем активность должны проявлять в первую очередь сами жители. Если выбрасывать мусор в контейнеры, а не рядом с ним, его увезут гораздо быстрее. Но если завалы все же растут, а отходы не вывозят, можно потребовать от управляющей компании сменить подрядчика. В крайнем случае сменить саму управляющую компанию.